87 волонтеров с 16 до 50 лет помогают нуждающимся магаданцам в рамках акции «Мы вместе». Владислав Антипов является добровольцем уже больше двух лет. Учится на третьем курсе Северо-Восточного государственного университета по специальности финансы и кредит. Когда началась пандемия, решил вступить в волонтерский штаб. Родители молодого человека были против, потому что боялись, что их сын заболеет. Однако Владислав настоял на своем. Для него важно помогать людям, рассказывает парень. После занятия в университете доброволец приходит в штаб и начинается его трудовой день. Владислав – выездной волонтер. Я прихожу в штаб. У нас штаб находился раньше в зеленом зале, внизу в молодежном центре. Мы туда приходили, заполняли специальные чек-листы. Нам измеряли температуру. Если была заявка, нам выдавали еще один чек-лист. Там был специальный чек-лист для выездных волонтеров. Он сейчас есть. Мы его тоже заполняли. Нам выдавали маски и перчатки. Выдавали заявку. Одиноко проживающие магданцы старше 65 лет и граждане, находящиеся на добровольной самоизоляции, могут позвонить в штаб по телефону 64 39 18 и оформить заявку на продукты, лекарства и товары первой необходимости. По словам специалистов, доставку волонтеры выполняют бесконтактно. В квартиры не заходят, соблюдают социальную дистанцию. И, конечно, носят средства индивидуальной защиты. В акции принимают участие и волонтеры-медики. Обычно эти добровольцы помогают в сфере здравоохранения, в том числе и в медицинских организациях. Однако сейчас в проекте «Мы вместе» стараются задействовать всех. В акции участвуют волонтеры-медики и Ассоциация волонтерских центров Магаданской области, также ОНФ. То есть волонтеры-медики в составе остальных волонтеров принимают активное участие в доставке продуктов, покупке лекарств, выносе мусора. Вместе со всеми волонтерами в сложившейся сложной ситуации волонтеры-медики помогают активно поддержать граждан, оставшихся в самоизоляции. По словам экспертов, во время пандемии волонтеры нужны, как никогда. Добровольцы ведут активную работу в областном центре Колымы. Городской волонтерский корпус волонтеры Магадана неофициально существует с 2012 года. Теперь же он юридически закреплен за управлением по делам молодежи и связям с общественностью. Основные задачи корпуса – популяризация добровольческих ценностей, подготовка организаций для участия в социальных акциях, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой деятельности. Так тоже может вступить волонтерский корпус. В состав корпуса планируется включать организации, которые занимаются добровольческой деятельностью. Это могут быть как общественные организации, так и волонтерские отряды при школах, при различных коммерческих организациях, в общем-то любой формы собственности. Строгих требований никаких для включения в состав корпуса у нас нет. Просто это должно быть объединение, постоянно действующее, которое занимается добровольческой деятельностью на территории муниципального образования. До конца 2020 года специалисты планируют утвердить состав волонтерского корпуса и план работы на 2021. Для волонтеров будут проводить семинары и лекции на тему добровольческой деятельности, а также планируют слеты и совместные мероприятия.